Лолита, в декабре стало известно, что Ямальское отделение Всероссийского движения «Волонтёры Победы» в четвёртый раз стало лучшим в стране. Расскажите, как удалось достичь таких успехов и поддерживать его на протяжении нескольких лет? Это, наверное, история про огромный результат работы. Знаете, это как единый механизм. Вот в этом механизме есть звенья в лице муниципального координатора, школьного отряда. И самое главное звено в этой системе – это наши воспитанники, которые вкладывают все свои силы, они проявляют огромную активность и приходят в наши акции. И вот когда этот механизм, все звенья в нём работают, получается вот такой хороший результат. И вот так просто можно его сохранять. Ну и всё-таки были там какие-то критерии, оценки? Что именно смотрели? Количество проведённых акций, мероприятий, людей, которым вам удалось оказать поддержку? На что смотрели? Да, обращали внимание на… В «Волонтёрах Победы» есть пять направлений. При выборе самого активного штаба обращали внимание на активность во всех пяти направлениях. Также Ямал на уровне страны показал лучший результат по итогам акции «Красная гвоздика», а Муравленко взял второе место. Что именно для вас эта победа и какую сумму удалось собрать? Эта победа – это стимул к ещё большей работе, потому что мы видим, как цифры растут. В прошлом году Ямал тоже взял первое место, а Муравленко на тот момент занял первое место, собрав сумму 106 тысяч рублей. В этом году мы взяли второе место, но собрали 182 тысячи 900 рублей. Это огромная сумма, это огромный рост, я считаю, и это радует. Я до сих пор вспоминаю, как мы в 9 утра с Марией Алексеевной, это наш директор, ездили на промзону, искали базу. Там были сотрудники, которые согласились принять участие в акции. Мы потратили около 40 минут на дорогу. Для нашего города это, наверное, большое время для поиска места. И мы всё-таки нашли, сотрудники смогли принять участие в акции. Была очень плохая погода, там был дождь, слякоть. Мы приехали на работу, у нас по факту только начался рабочий день. Мы уже уставшие, уже не хотим ничего делать, работа сама себя не сделает. И когда мы узнаём результаты акции, узнаём, что мы заняли второе место, видим, что действительно оказывается помощь ветеранам по итогам этой акции, что эти средства идут на благое дело. Мы понимаем, что всё-таки не зря мы тогда 40 минут искали это место, и всё проделано не зря, и не просто так. И мы видели, как вы обходили организации одну за одной. Естественно, вы перед этим наверняка созванивались. То есть это большая работа. Очень хотим поблагодарить организации, потому что приняли участие прямо около 30 организаций совершенно со всех сфер. Это и управление образованием, управление спортом, все-все сферы. Вы участвовали в акции. Это очень радует, что был такой огромный отклик. Это просто прекрасно. Мы приходим, они такие все с горящими глазами нас встречают. Мы когда переходили между школами, идём просто по дороге с этим боксом. Люди к нам навстречу, граждане обычные, такие заинтересованные. Такие, а что это у вас за бокс? Что это вы собираете? А на что это всё пойдёт? Мы им рассказываем и просто по дороге проходим, и люди принимают участие. Это очень круто. Ну и потом наверняка видели в городе людей с красной гвоздикой на груди. И это как результат такой работы, в которой, можно сказать, весь город объединившись продел. Каждый внёс вклад, да. Это очень радует. Какие главные цели и задачи сегодня стоят перед волонтёрами? Перед именно нашими уже воспитанниками хочется, чтобы до каждого дошла идеология того, что волонтёр — это не просто история про то, что ты вышел, дал ленту, и всё, ты волонтёр. Хочется, чтобы у них был отклик от людей, было гуманное отношение, построенное на взаимном уважении, на желании помочь. И именно не ради всеобщего признания, а просто потому, что это его внутреннее желание помогать. И хочется, чтобы больше было таких людей, которые вступают в наши ряды, и чтобы до них тоже доносился этот смысл, что это же не трудно сделать доброе дело. Для этого не требуются какие-то особые усилия, какие-то ресурсы. Всё гораздо проще, чем кажется. И это может делать абсолютно каждый. И не обязательно быть участником нашего объединения. На добрые дела способны все мы. Если говорить про задачи волонтёров Победы, то первостепенно они были и остаются. Это сохранение истории о Великой Отечественной войне и самое главное — недопущение изменения фактов. Этим мы и занимаемся на протяжении всей нашей деятельности. Этому служат все мероприятия, которые проводятся, и служат как раз этим целям. Да, естественно, мероприятия, акции, квестов, которые мы проводим. Мы рассказываем детям о истории, о том, как важно её помнить, и зачем это нужно, и почему это важно передавать. Потому что мы поколение, по факту, возможно... Да невозможно, мы уже последнее поколение, которое вживую видим ветеранов, и имеем возможность с ними пообщаться воочию и узнать напрямую от них все факты, всю историю событий, как это происходило на самом деле. Поэтому наша, наверное, не побоюсь этого слова, миссия передать это нашему будущему поколению и ни в коем случае не допустить того, чтобы это было забыто. Расскажите о себе, как вы стали добровольцем. Поначалу я была воспитанницей МКМИ, где я стёс работ, я была здесь воспитанницей. И ходила как раз на волонтёрство и на вожатство. На тот момент, наверное, я не совсем осознавала всю значимость того, что я делаю. Но всё, потом история закрутилась, на самом деле, как снежный ком сама по себе окончила колледж. Нужно было определяться со сферой деятельности, куда пойду. Подала резюме сюда, и меня взяли в ОПВ, в отдел патриотического воспитания, на ставку, как раз-таки куратор волонтёров Победы. Потом, позже, меня перевели сюда, в наш отдел по работе с молодёжью в МКМИ. И уже здесь у меня сформировался штаб, в который входят универсальные событийные волонтёры и волонтёры Победы. Вот так всё и зародилось. А сколько человек сегодня насчитывает наш Муравленковский городской штаб волонтёров Победы? И вот очень интересно, кто эти люди? Это школьники, студенты, может быть, работники каких-то организаций? В целом, в штабе около 40 человек. Это преимущественное количество, давайте так, это учащиеся школы, лицея и студенты колледжа. Но есть сотрудники. От них особая отдача идёт, от сотрудников. Потому что они вроде бы не так часто, но когда они приходят, они действительно что-то значимое делают. Прям хочется даже привести пример. Например, у нас есть Татьяна Бекер, она сотрудница «Газпрома». Это человек, который просто сам на готове постоянно мне пишет «Лолита, что там по акциям? Лолита, где можно принять участие?» Я стараюсь меньше её напрягать в силу того, что это мама, это уже взрослый человек, у которого семья дома, у которого работа, требующая тоже сил. И не хочется её отдельно нагружать. Но вот когда у нас была акция «Красный гвоздик» и та же, она одна из первых, кто написала, что готова принимать участие, ходить с нами, собирать деньги. Вот недавно у нас была региональная премия «Янала за победу». Тоже я вроде бы подключала воспитанников, но и в этот же момент Татьяна Бекер пишет, что «Лолита, привет, 100% буду принимать участие». Вот, и это радует. Она единственная среди взрослого населения работающего? Наверное, из активных, да. Но мы сотрудничаем и с другими волонтёрскими организациями. Там, к примеру, волонтёрская рота. Евгений Черниговский, мы постоянно с ним на связи. Наши ребята с его очень часто совместно ходят на акции, участвуют. Могут ли неравнодушные жители города стать частью семьи волонтёров? Могут. Конечно, могут. Очень хочется, чтобы таких людей было больше. Что для этого нужно сделать? Всё на самом деле максимально просто. Достаточно просто связаться со мной в ВКонтакте, написать о своём желании, о том, что вы хотите стать частью нашей команды. Я вам всё подробно скажу. Там ничего трудного совершенно нет. Вы просто вступаете к нам в ряды и проявляете искреннее желание к участию. Это всё, что от вас требуется. Если вы несовершеннолетние, то нужно будет заполнить согласие от родителя. А если совершеннолетние, то самостоятельно. Это единственное, что нужно будет сделать из такого. А в остальном это только желание. В социальных сетях вы подвели итоги 2022 года. Много было проведено акций, выездные форумы, обучение. Какое событие всё-таки стало самым значимым для наших волонтёров? Если именно говорить о волонтёрах, на самом деле трудно как таковое одно конкретное мероприятие выделить, потому что волонтёры с нами абсолютно везде, всегда на подхвате. Если конкретно для волонтёров Победы, это 100% окружной слёт. Волонтёров Победы он проходил в городе Ноябрьск. Туда со всех муниципалитетов собирались люди и подводились итоги. Почему именно это? Ребята почувствовали свою значимость. На тот момент ещё меня не было с ними, они поехали с сопровождающим. И они мне каждый день отписывались. Лолита, вот здесь так круто, это настолько масштабно. То есть они в рамках нашего города до конца не осознавали, насколько значимые вещи они делают. А когда они приезжают на массовые мероприятия, где их выделяют, где выделяют их город, где говорят слова благодарности о проделанной работе, они понимают всю обширность вклада, который они внесли. И понимают свою значимость. В прошлом году вы были в числе волонтёров, которые сопровождали парад ВМФ в Санкт-Петербурге. Расскажите, как вы туда попали и что вообще там происходило? Тут на самом деле всё очень просто работает. Не обязательно быть муниципальным координатором для того, чтобы попасть в число послов Победы Ленинград. Это может сделать абсолютно любой волонтёр Победы, как это происходит. В группе просто публикуется запись о том, что есть набор, есть возможность попасть в топ-100 волонтёров. И то, что для этого необходимо сделать. Вот в данном случае, чтобы отправиться на сопровождение парада ВМФ, нужно было пройти конкурсный отбор. То есть просто в своих социальных сетях выложить в любом формате историю ВМФ. Я, к примеру, сделала просто фотокарточки, написала пост и опубликовала. И всё, ждала результатов. По итогам я вошла в топ-100. С Ямала у нас прошло два человека. Это было прям неожиданно на самом деле. По итогам у нас было собеседование с членами Центрального штаба в городе Москва, волонтёров Победы. Мы обговаривали конкретно то, чем будем заниматься, готовы ли мы к этому. Потому что на это требовалась не только моральная подготовка, но и физическая. Потому что нужно было около шести часов простоять, сопровождать. Кстати, парад ВМФ проходил одновременно в Питере и в Кронштадте. Вот я как раз сопровождала в городе Кронштадт. По итогам этого парада я получила статус «Посла Победы». Какой был функционал волонтёров Победы на сопровождении парада ВМФ? Мы помогали ветеранам. Мы усаживали их на трибуны. Находились в этот момент рядом с ними. И помогали просто зрителям ориентироваться по месту. Также были люди, которые не попали на трибуны. Это была «Живая цепь» называлась. Вот как раз я была там. Моя основная задача – это было просто поднять, в первую очередь, настроение людям. Потому что это всё-таки праздник. Нужно было поздороваться, сказать здравствуйте. Поздравляем вас с таким днём. И следить за безопасностью людей в первую очередь. Хотелось бы вновь принять участие в таких масштабных мероприятиях. Возможно, получить какой-то новый, другой опыт. Да. Знаете, это огромный плюс нашего движения «Волонтёров Победы», что у нас есть постоянная возможность реализовывать себя, узнавать новые формы работы. Я приехала с парада военно-морского флота. Там прошло около двух недель. И я сразу же подалась на Всероссийский форум для представителей сферы патриотического воспитания в городе Самара. Потом после этого же приехала. Также у меня был маленький отдых. И отправилась в город Азовский на воркшоп «Добро плюс». Была в качестве спикера по направлению «Волонтёров Победа». То есть это хороший пример, чтобы понять, что если у тебя есть желание учиться новому, если ты не хочешь останавливаться, то у тебя куча возможностей даёт движение. Год был насыщенный, судя по рассказам, да? Много городов, много. Да. А есть, кстати, ещё ребята, которые также активно принимают участие, ездят по городам, всё это изучают. Да, у нас есть прям пятёрка, давайте, топ-5 наших воспитанников, которые готовы постоянно ездить. Даже если в связи со школой, из-за подготовки к ЕГЭ, к ОГЭ у них не получается, они всегда подключаются к онлайн-школам. У нас «Волонтёры Победы» проводят международную онлайн-школу, медиа-школу. Всегда есть какая-то альтернатива, если у тебя не получается очень присутствовать на мероприятии. Известно, что «Волонтёрами Победы» проводится большая работа в памяти погибших. Это и расчистка мест захоронений, и бессмертный полк, и сад памяти, акция, о которой многие знают. А что касается ветеранов, которые сегодня живут в Муравленко, встречаетесь ли вы с ними, оказываете ли им какую-то поддержку? Безусловно, мы всегда в полной готовности оказать помощь ветеранам и их семьям. Вот далеко не ходить на новогодние праздники. Мы совместно с администрацией ходили поздравлять ветеранов в преддверии Нового года, просто дарили им подарки. И наша главная задача как «Волонтёров Победы» напомнить им о том, что не обязательно видеться с нами в какое-то событие. Они могут с нами выйти на связь просто даже элементарно, если им требуется какая-то помощь. Это не может быть что-то глобальное, что-то слишком затратное для нас. Нет, не обязательно. Это элементарно. Вынести мусор, полить цветы. У нас проходило возложение цветов. Мы там познакомились с женщиной. Она в таком уже преклонном возрасте. Она живёт на четвёртом этаже. Она просто поделилась с нами, что она украсила весь свой подъезд цветами. Вот у неё прямо на каждом этаже. У неё огромные там полисадники такие. Но из-за того, что у неё проблемы с ногами, ей очень трудно спускаться, это надо бутылки тяжёлые поднимать. Всё, мы сразу же предложили ей помощь. И сейчас периодически ходим, помогаем ей поливать цветы. Ничего трудного для нас, но приятно ей. Одновременно можем помочь мусор вынести. В Муравленко планируют обустроить Центр Патриот. Принимают ли волонтёры участие в составлении концепции работы? И станет ли он для добровольцев местом притяжения и таким неким штабом? Да, Центр Патриот – это работа нашей команды МКМИ. И это такое будет знаковое место не только для волонтёров Победы, но и для юнормейцев, поисковиков. Поэтому, естественно, это станет местом притяжения. Безусловно, волонтёры Победы принимали участие в концепции, в разработке плана. Материальная база и помещения Центра Патриот будут устроены так, что волонтёрам Победы, поисковикам, юнормейцам будет открыта возможность работать масштабнее и продуктивнее, потому что для этого будут все необходимые материалы и техническое оснащение. Расскажите о задачах, которые вы ставите перед собой на этот год 2023. Конечно, первостепенная задача – это принимать участие в акциях, которые приурочены к памятным датам. Но именно особенно в 2023 году сейчас у нас планируется открытие штабов на базе образовательных организаций. Что это значит? Вот у нас есть школы, у нас есть лицей, у нас есть колледж. И на базах этих образовательных организаций будут штабы волонтёров Победы. То есть в каждой организации будет куратор, которых буду наставлять я. И учащиеся смогут принимать активнее участие. Их будет подключаться больше. Я с точной вероятностью говорю, что нас станет больше, потому что больше о нас узнают. В этом году я хотела бы реализовать свой проект по волонтёрам Победы. Он называется «Громче о Красной Гвоздике». Когда мы участвовали в акции «Красная Гвоздика», мы с волонтёрами выявили проблему, которая есть. К сожалению, не все граждане знают об этой акции. Очень многие, когда мы подходим к ним, думают, что мы какие-то мошенники, ещё что-то. И вот этот проект как раз-таки направлен на медиаосвещение этой акции, чтобы больше граждан, именно не с организацией, которым мы направляем письма, больше просто неравнодушных жителей знали об этом и принимали участие. Вот проект как раз направлен на это, и в этом году мне хотелось его реализовать. Спасибо, Алита, вам за интересное интервью. Мы желаем вам успехов.